Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что мы вышли с фильма «Убийство в Восточном Экспрессе». Экранизация романа Агаты Кристи про детектива Эркюля Пуаро, и честно скажу, я не особо хотел на него идти. Проблема в том, что я просто знаю, кто убийца. Это шофёр, чтобы вы все знали сразу и не шли. Шучу. Ну, я просто знаю этот фильм. Во-первых, я читал сам, я уже никогда не помню, роман это или повесть. Во-вторых, я видел прекрасную экранизацию Сидни Люмита 1974 года, где Альберт Финни играл Эркюля Пуаро. Там ещё снимались Ванесса Редгрейв, Шон Коннери, Ингрид Бергман. В общем, офигенно звёздный состав для того времени был. И сейчас Кеннет Брана, режиссёр современной версии, решил, видимо, я не скажу повторить успех, но сделать новую версию просто. И на самом деле, по-хорошему, это удалось. Потому что, ну, зачем, наверное, смотреть уже теперь фильм Сидни Люмита, если есть более осовремененная версия? Есть несколько у меня претензий к этой современной версии, но, тем не менее, по роману, по книге она довольно точно следует истории. И если вы не смотрели и не знаете, кто убийца, не знаете, в чём прикол Восточного Экспресса, то фильм, по-моему, стоит посмотреть. Другой вопрос, если вы всё-таки это всё знаете. Вот здесь начинаются проблемы. Во-первых, немножко становится скучновато, потому что вы, ну, кое-какие перипетии понимаете. Во-вторых, к сожалению, этот фильм во многом американизирован. Причём тупо это было сделано, по моему мнению. Простой пример. В романе Агаты Кристи один из подозреваемых – итальянец. И он становится подозреваемым именно потому, что убитый... Я просто стараюсь не рассказывать вам сюжет, чтобы интереснее было. Убитый говорит, что ему угрожают итальянцы, которых он когда-то обманул. Ну, по его мнению, ему угрожают итальянцы. А так как в поезде один из... какой-то итальянец едет, он и подозреваемый. Что делают в этом фильме? Меняют итальянца на мексиканца и говорят, вы знаете, вполне возможно, вот этот чувак мог его убить, потому что у него фамилия Маркес. И все в Европе, я уверен, и у нас в стране подумают, блин, и что, что у него фамилия Маркес, господи, в чём тут прикол? Ну, Маркес, какая-то испанская фамилия. Это для американцев латиносы, такие преступные элементы, знаете, типа как в России дагестанцы, так у них вот эти латиносы. Для них Маркес может быть причиной его подозревать, просто фамилия Маркес. Во-вторых, это тупая политкорректность, когда заменяют актёров неграми. То есть один из героев, тот, кто в романе Агаты Кристи был английским, по-моему, полковником, ну, военным в любом случае, английским военным, и имел там любовную связь с одной из героинь, в этом фильме оказывается негром-доктором. То есть тупо надо было ввести актёра-негра. Более того, в Стамбуле среди кассиров, там, продавец билетов, тоже сидит негр. Наверное, турки офигевают, глядя на этот фильм, что у них, оказывается, негры там работают среди продавцов. То есть это сделано чисто для американского зрителя, введение латиноса. Самое интересное, что в фильме даже вот жертва сама говорит, что ей итальянцы, даже в фильме он говорит, что ему итальянцы угрожали. И тут внезапно этот Маркес. Его тупо ввели, но это не связали никак с сюжетом. А самая большая претензия у меня к мотивации Иркюля Пуаро по его финальному решению. В романе, ещё раз напомню, в романе, первая самая сцена романа идёт о том, как Иркюль Пуаро, по-моему, я не помню, то ли в Египте, то ли в Сирии, раскрывает кое-какое дело в английской армии. И как бы там преступник, он не совсем преступник, там дело чести такое происходит. И вот Иркюля Пуаро гложет вот то, что он не совсем справедливо. То есть он наказал преступника, но это не совсем справедливо. Поэтому это нас подводит, вот первая самая сцена романа подводит нас к финальной сцене, когда Иркюль Пуаро принимает то решение, которое он принял. В этом же фильме, в угоду зрелищности, первая сцена, да, он там тоже решает проблему. Правда, в данном случае в Иерусалиме, рядом со стеной плача. И просто ради зрелищности вот это раскрытие преступления сделано. А потом он в течение фильма смотрит на фотографию своей какой-то потерянной любви. И нас как бы режиссер подводит к мысли о том, что финальное решение Иркюля Пуаро навеяно какими-то такими семейными переживаниями или любовными переживаниями, что несколько тупо, откровенно говоря, и эта тема вообще не раскрыта по-хорошему. С другой стороны, фильм вот визуально отличный. Очень много операторских находок, за которыми интересно наблюдать. Там и съемки сверху персонажей, и съемки лавины, которые сходят. И есть кое-какие... Ну, кстати, еще некоторые претензии. Введены экшен-элементы зачем-то, которых, опять же, в романе не было. Ну, предположим, ладно. Финальная сцена, отлично. Она вообще, по-моему, во всех экранизациях. Вот эта финальная сцена убийства в Восточном экспрессе, она всегда вызывает мороз по коже, мурашки, несмотря на то, что ты знаешь, кто убийца. Даже в этом случае все равно это смотрится офигенно. А здесь она еще поставлена очень красиво. Расположение персонажей красивое. Не хочу просто рассказывать, но выглядит неплохо. Стоит ли смотреть этот фильм? Мне кажется, прям вот идти в кинотеатр. С другой стороны, вот то, что сейчас идет в кинотеатре, ну, мне же не на Мстителей идти? Где тут, по-моему, какие-то... Или кто-то... А, Лига Справедливости. Не на Лигу же Справедливости мне идти, понимаете, эти супергерои. Ну, было свободное время, мы рядом с кинотеатром посмотрели. Я, в принципе, не жалею. В принципе, неплохой фильм, красиво поставлен. Для тех, кто знает, еще раз повторю, в чем прикол, возможно, будет скучновато. Но мне времени в данном случае не жалко. Так что смотрите интересное кино. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Всем пока.